Так, сейчас быстренько делаем маленькую пристановочку и показываем вам самую свежую нашу работу. Это тоже Аркадий Овеченко. Называется «Искусство любить». Наверное, каждый хочет этому искусству научиться. Вот у нас для вас есть несколько секретов. И мы вам и готовим сегодня. Продолжение следует... Нинский, прошу вас. Продолжение следует... Это будущий программист за компьютером. Начинающий уже. Конечно. Программу «Винант» я знаю. Еще не проходили. Чего мы еще не проходили? Уважаемые пассажиры, до отправления на свободство осталось пять минут. Господи, нету ее. Вот вы видите, опоздают. А, вот кажется. Это... Я в этой даме. Я в этой даме в черном. Да. Оказалось, что сестра. Сестру я провожаю. Недурная бабеночка. Это дама, чтоб прошла. Вот вы, возвращаясь, посмотрите, посмотрите, какая хорошенькая. Ага, ну да. Женщина. Настоящая. Правильная. Люблю я их небо, брата. То есть, вы представьте, не можете, на чего люблю. Ну, это не трудно себе представить. А сам знаете по этой части. Да ну. Да уж, знаете. Только не выходит у меня с папеночками. То есть, как это не выходит у нас? Не получается. Не выходит у меня. Но это дело не хитрое. У каждой женщины при желании можно скружить голову. Да уж, каждой. Но уж, каждой, вы-то мне поверьте. Я в этих делах, а? Вот так. Всякую женщину можно поймать на прием. Какие приемы? Надо только знать приемочки. Какие приемы? Я-то? Ну, по-рубуш, кажется. Слушайте. Милая, а расскажите-ка. Позвольте представиться. Ну, пойди. Позвольте, пожалуйста, Бузыкин моя фамилия. Фильмон Бузыкин. Милая. А может, и пейзажного, поверенного. Ну? Можно пройти? Да. А что ж мы стоим-то тут? Давайте в кухрых войдем. Ну, да, Врат. Я сейчас... Да, давайте. Так вот, вы мне и расскажите-ка, а? Голубчик. Что? Да, про приемы с Исааком. Кстати, на уловление бобенок. А вы... А вы вкратце. О, вкратце. Разве что, вкратце. Время-то мало? Ага. Так. Ну, знаете ли вы, что всех приемов существует ровно 7. Начнем с первого номера. Вы же позвольте мне записать текстные сети. Для памяти. Я вижу, вы тут все-таки серьезные деловые логи ставите. А ну, вонять. Записывайте. Номер первый довольно просто. Сударыня, мы молоды, жизнь прекрасна, надо ловить моменты счастья. Вообще. В общем, поедете ко мне на квартиру. Если она скажет вам, что это грех, можно возродить самым небрежным тонком. Какой к черту грех? Все пустяки, грим кроват. Это все? Все. Это повторяюсь. Простой, дешевый базарный номер. А вот номер второй. Занято. Все занято. Номер второй будет почище. Здесь нужно бить нашу, а я еще грубость. Эй, В. Я же знаю, что я вам грамм здесь. Целуете, слышите? Тут даже весный переход на «ты». Эй, миленькая, не кочевлящься, а то ведь мне придушит тебя недолго. Как? Да грубо? Именно грубо. Женщинам надо нравиться свои бакликанские страсти. Кто бы мог подумать, как вам ее там прослят. Номер третий. Это равнодушие, смешанное с принадлежением. Вы стараетесь говорить даме только одни колкости. Стараетесь подчеркнуть, что она самая заурядная и особая из тех, что предъявилось когда не болит. Женщина уже разжигает. Она стремится доказать, что она не такая, что она особенная, оригинальная. Тут-то и попадается колодушка. Бей тогда ее голыми руками. Голодная. А вот номер четвертый. Ай, занята к черту. Номер четвертый. Он основан на заботливости и предупредительности. Заботливости? Поклоны, расшаркивание, поцелуи, руки. Рекомендуется при первой встрече с дамой применять вид человека остолбнелого перед красотой ее. А в этот момент даже можно что-нибудь уронить или разбить. Обычно такое вращается. Как вы говорите, вы можете записать. Вращается. Есть? Ага. Номер пятый старт, как вверх. Задействие. Дренность. Вы же делаете вид, что вы разговариваете с какой-нибудь другой дамой по телефону. Или как бы не взглядом. Тут же хватает, и орбиты немного куточки. 99 случаев из 100, что женщина поведется и просит маску. А вот вон от шестой. Эх, батя. Штука тонкая. Деликатная. Тонкая. Ах ты, господи, повезло, что я вас встретил. Есть же люди, господи, а. Номер шестой требует известная интеллигентность и чекья. Подходить нужно издалека. Сударыня, вам не кажется, что судьба стала нас вместе? А чего ж, странно, маловески приходится знакомиться. Нет, нет. Вы знаете, что такое ананка? Не знаю. Говорите ей глухим голосом. Ананка – это рок, судьба по-гречески. Ни один человек не избежит ананка. Сопротивляться, бежать. Ха, ха, ха. От ананки еще никто не убегал. Ой, неужели вы не слышите? Таинство звучащего сверху колокола. Поздно, поздно, поздно. Ну, бедняжка, видя, что раз уж исправление бесполезно, где-то там все уже решено, сама заражается духом литического начала и подходит к жизненному концу блока. Скажите, а откуда вы все так хорошо все устраиваете? Опыт, батенька. Многолетний опыт. И как опыты эти самые? Всегда кончались благополучно? Стучались и неудачи доводилось испытывать. Вся моя жизнь с прошлой дневник происшествий чем-то обливали, чем-то колотили, от кого-то сбрасывали, с чего-то сгояли. А вот вы сказали всего семь номеров, а рассказали мне всего шесть. Какой же седьмой? Какой, по-моему, седьмой? Седьмой, батенька, это это самый-самый стопроцентный, самый гарантированный номер. Причем, когда остальные шесть не действуют, вот седьмой бьет наверняка. Ну говорите, ну. Слово стая. Слушность седьмого номера в том, что... Внимание всех пассажиров! Наш поезд отправляется! Черт возьми! Поезд уже уходит, это ее все нет, ты ж ты на раз. Стойте, а вы скажите только, ну какой седьмой номер? Другой раз. Ну, просто так же! Другой раз, я сказал! Бежал. Ну какой же седьмой номер? Ну какой они у вас? Ну куда они только спешат? Здесь не занято? Ты здесь не занято? Садитесь, пожалуйста. Штучка не вредная. Попробовать разве? Дальку извольте ехать. Петербург. Представьте, я в Петербург. Как говорится, гора с горою не скотится, а человек человек всегда. Хорошенькая. Так, наградная. Так, с какого только начать? О, с четвёртого. Заплатливость до пределенности. Оп! Это ещё что такое? Зачем это? Может быть, он вынудил ещё там будру, книжечку там, делать, знаете, дорожную. Не надо мне ничего. Поставьте, поешь, на место. Слушаюсь. А может, окошечка открыть? Она открыта. А не закрыть ли тогда? Не надо. А может, лимонадику хотите? Не хочу. А может, кушать, чего желаете? На, котлетка бедная? Говорят вам, не хочу. А кто бы так, на первой станции, бы и... Спасибо. Пойдем дальше. Знания светских обычаев. Есть же люди, которые закурят папиросту, даже не спросив на разрешение удалов. Представляете? Вы ставите себе это за слово. Нет, чего там. Я одному субъекта знал. Так полное отсутствие умения вращаться в обществе. Недавно, знаете, заезжаю к нему и, не застав дома, оставляю карточку с загнутым углом. Так через неделю встречаю его, а он мне и говорит, что ж ты мне мятые карточки оставляешь. Не было целый? Ха-ха-ха, я чуть не померзался в микроху. Ха-ха-ха. Что такое? Зачем это? Красивая, значит, у вас садочка. Послушайте, вы знаете, как называют человека, который лезет целовать дурку незнакомой даме? Это что и общество? Махалова называется, вот как. А, ну ясное дело, она ж не знает четвертого номера. Так, попробуем. Шестой. Ну ладно, шестой. Послушайте, а мне кажется странным, что судьба взяла нас вместе. Мало ли с кем приходится ехать в пути. Нет, дед, вы знаете, что такое... Ананк... станция. Нет, никакая не станция. Порог. Судьба. По-гречески. Ни один человек не избежит ананка. И знаете ли вы, знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее? Да. Будущая ананка свела нас. И эта встреча для нас будет решающей, важной. Даст на всю жизнь сопротивляться, обижать. Ага. Нет, колобушка. Послушайте, да? Нет, это вы послушайте и слушайте, как на верху кунит таинственный голодом поздно-поздно. Что вы там болтаете? Предупреждаю вас, что если вы позволите себе что-нибудь лишнее, я вас так отделу, что долго не забудете. Трудный случай. Ты первый по действию. Ну да, попроще. Сюда тебя. Жизнь так прекрасна, пока. Нужно торопиться, ловить моменты счастья и вообще. Скажите, это грех, а я скажу, жизнь не ждет. Слушайте, вы просто глупый, развязный на храм и больше ничего. Ну ладно, номер второй. Да можно, великая моя, терпеть не могу, когда ломается, ведь я тебя раскусил. А ну-ка, поцелуй-ка меня лучше, пока я не обтолотил тебя как следует, а то, если что, я ведь и придушить могу. Не думаю, что вы были пьяны или сумасшедшие. Просто вы мелкий нагрец, пользующийся той ситуацией, что женщина в купе одна, и никто из присутствующих не может заступиться за нее. Знаете, снимаюсь. Ну я просто жалкий и мерзительный. И номер не действует, тут что за хрень? Так, третий, равнодушие. Кри. В сущности, я только хотел испытать. Вы, однако, оказались самой ординарной отбурой, которых мне приходилось встречать с солью. Вот как сложно найти оригинальную женщину. Как сложно найти? А если вы ищите такие способы? А я сразу понял, что вы не такая. Одна количка у вас довольно половинная, свежий цвет лица, но ведь у каждой женщины можно найти это. Неужели вы и правда думаете, что... Ничего! Я не думаю. Оставь меня по полю. Если вы не прекратите болтать, я уйду, то глупая. Последний, пятый. Господи, благослови. Сегодня на перроне мне приходилось видеть одну миловидную барышню. Она посмотрела на меня довольно жгучее. А когда я случайно отутнул её плечом, она засмеялась. Молчит. Кажется, действует. Ну, погоди же. Ну, погоди. Ну, погоди. Ну, погоди. А! Кто это? Письмо? Ради бога, не додрагивайтесь на него. Нельзя читать. Уверяю вас, что этой женщине не знаю мало ли кто и что мог мне там написать. Нет, ни за что я не дам вам бог. Прочесть. Какой кретин. Какое невероятное дебилом. Возможно, я могу помочь? Уже уходите? Нет. Не надо. Сударая, нужно торопиться, ловить моменты счастья. А ну, поцелуй меня противная дешёлка, пока не волосится. Погода. Всё? 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 Ну, вот. Снал бы седьмой номер. Он бы наверняка подействовал. Какой-нибудь он взял, но убежал и сказал седьмой номер. О, господа. С ней, вижу, вы уже заинтригованы, да? В том, что это за такой седьмой номер. Наверное, каждый мужчина в зале думает, эх, узнать будет седьмой номер, да? Стать бы обладателем волшебной лампы Алладина, творящей чудеса. Ну что, господа, отключим его. Слышность седьмого номера довольно проста. Правда, он очень скромен номер седьмой. Я надеюсь, что вы будете философами и не будете негодовать по поводу деталей седьмого номера, да? В общем, он довольно прост. Для его выражения не нужно много слов. Точнее, вообще не нужно слов. Это всего лишь одно движение, тем мой жест. Дамы, не сможете ли минутку отвернуться? Отвернулись. Спасибо. Вот. Музыку, маэстро. Ребята, спойте с вами, Берия. Люди Монастырны. Активу, Берия Матьяна. Берия Миза. Александр Уголков. Юрий Сарепин. Тон, Атон, Сангел у нас остались. Юра Ермоленко. Ера Кищев. А, так, это не порог. Павел Петербург. За пультом. Вечерлав Богомолов. Давай. Николай Рудольпович. Ну вот, всех с наступающим Новым Годом. В Новом Году у нас новые планы. У нас действительно есть новые планы. Я думаю, что скоро вы будете в курсе этих планов. И вы увидите наши новые какие-то вещи и обновленные старые, потому что эта программа тоже развивается, дополняется. У нас сейчас есть еще одна миниатюра в обойме, чтобы ввести ее тоже в ствол вот этого автомата-пулемета филического. В общем, будьте на связи. Мы вам рады. Спасибо вам, что пришли. До свидания. Пока. Ура. Спасибо.